Здравствуйте! В эфире новости Первого Карагандинского. В студии Миром Гульсал Кимбаева я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях к этому часу. В начале выпуска коротко о главном. Карагандинские дачники снова тонут. В Караганде сгорел частный дом. Инфляция в Карагандинской области под контролем. Карагандинские дачники снова тонут. На этот раз в дождевой воде и стоках канализации. Ранее установленные властями насыпи никак не смогли уберечь участки людей от повторного наводнения. Однако снова во дворах и домах стоит вода. Люди просят помощи. Наш корреспондент Амина Смакова продолжит. Эта весна для федоровских дач не самая благоприятная. Люди устали от стихийных бедствий и до сих пор не могут приступить к работе на огородах. Прошедшие сильные дожди снова затопили дороги и участки. Дачники едва оправились от апрельского наводнения, а сейчас ситуация повторилась. Но по словам местных владельцев земли стало еще хуже. Их саженцы теперь стоят в воде. Выживут ли неизвестно. Без резиновых сапог к участкам невозможно было пройти. Видео прислали нам уставшие от безразличия властей дачники. Опять нас начинает топить. Власти бездействуют. Звонили в Акимат, в ЧАЭС, водоканал. ЧАЭС говорит, что это не их. Так, водоканал ссывается, что насосные не справляются. Что теперь нам делать всем? Все посадки, все саженцы, все, что новые люди посадили, все затоплено. Сейчас вода спала. Возникает вопрос, кто в ответе за дачные участки. Должны ли помогать людям власти города сохранить урожай. В отделе городского коммунального хозяйства сказали, что в случае стихийных бедствий им помогать в принципе никто не обязан. Тем более, там просто земельные участки. Но тем не менее, как говорят чиновники, дороги там ремонтируются, большая вода откачивается. Помощь оказывается. Садоводы ищут ответственных за наступление воды и потопы. Ведь налоги за землю они платят исправно. Значит, могут рассчитывать на помощь чиновников, считают люди. И найти ответ на этот вопрос нужно уже сейчас, чтобы не повторить подобные истории в следующем году. Амина Смакова, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В центре Караганды по улице Жамбыла сгорел частный дом. Жертв и пострадавших нет. Однако была вероятность того, что огонь распространится и на другие постройки. К счастью, этого удалось избежать. Пожарные действовали оперативно. Умышленный поджог, неосторожность хозяев или неисправность электропроводов выясняла экспертная комиссия и наш корреспондент. Пожар случился вечером, когда хозяева были дома. Огонь с необычайной силой и скоростью распространился по всему зданию. Остановить его своими силами людям было уже невозможно. Языки пламени и столбы дыма жители наблюдали из центра города. Хозяева едва успели выгнать машину из гаража, как через секунду обвалилась часть крыши. А искры от замыкания проводов летели во все стороны. У очевидцев при виде такой картины тряслись руки. А хозяева дома не могли найти себе места. В панике многие звали на помощь. Только сотрудники службы безопасности, проявив свое бесстрашие, забрались на крышу, которая могла обвалиться. И уже оттуда продолжали тушить огонь. Тушение осложнялось тем, что мансарда была практически полностью деревянная, покрыта ондулиным горючим материалом. Сразу был повышенный ранг, объявлен номер. И дополнительно еще более направленные цистерны для тушения пожара. Через 12 минут прибыла служба жары для отключения электроэнергии. Там проходили транзитом провода освещения. В тушении было задействовано 44 сотрудника личного состава и 13 единиц техники. Но все равно потушить огонь сразу не удалось. На ликвидацию пожара ушло около двух часов. Площадь возгорания составила 390 квадратных метров. В результате пожар повредил стены, потолочные перекрытия и кровлю дома. Истинную причину ЧП установит следствие. Лариса Хусынова, Жеслав Макулбеков, Арман Артаев, 1-й Карагандинский. Бывшие воспитанники детских домов получили подарки. Небольшие сюрпризы для уже семейных сирот организовали сотрудники управления по вопросам молодежной политики и работники службы социальной адаптации. Сегодня в здании филиала партии Нур-Отан состоялся день открытых дверей. Подробности у Аим Амриной. В зале буквально яблоку негде было упасть. Воспитанники детских домов впервые за долгие годы собрались вместе. Многие пришли уже со своими малышами. Получился вечер встречи выпускников и родственных душ. Все рады видеть друг друга. 23-летняя Людмила Матющенко тоже в их числе. Она росла в Осокаровском детском доме. После выпуска столкнулась с основной проблемой сирот. Отсутствием собственного жилья. Пользуясь случаем, девушка решила поблагодарить тех, кто помог ей получить его. Каждый из гостей не остался без внимания. Подарки получили даже малыши. Служба социальной адаптации выпускников детских домов, она очень хорошо помогает. Это хорошая программа. Нам, вот лично мне, она помогла уже не в первый раз. Первый раз мне помогли с временным жильем, когда я была в положении. Второй раз мне помогли уже с постоянным местным жительством. И сейчас плюс еще помогают моему ребенку. Всего в нашей области более тысячи детей-сирот. За прошлый год более 140 из них получили крышу над головой. В этом году помогут еще 150. Во всех крупных организациях нашего региона созданы группы по поддержке молодежи. Они напрямую содействуют в трудоустройстве и без того обездолены молодым людям. Комплексный план по обеспечению детей-сирот жильем. В прошлом году было выдано 144 квартир для детей из детских домов. И каждым годом количество увеличивается. И, конечно, государство должно обеспечить каждого выпускника детских домов именно жильем. Несколько организаций города подписали меморандумы о сотрудничестве. А это значит, что еще на двух рабочих площадках города всем нуждающимся окажут поддержку в трудоустройстве. Айам Амрина, Улжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Караганинский. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. «Профиль Галвин». Морозостойкий, надежный, прочный. Инфляция в Карагандинской области под контролем, заявил сегодня заместитель Акима области Аслабек Дюсибаев. На совещании в Акимате обсуждали социальное развитие региона и уровень жизни жителей нашего города. Сотрудники управления статистики подсчитали, что некоторые виды товаров и услуг подорожали. Кроме того, выяснилось, не хватает инвестиций для строительства дорог и жилых домов. Но эту проблему в ближайшее время обещают решить. Что же именно подскочило в цене и какие объекты будут возводиться, узнавал наш корреспондент. По словам руководителя департамента статистики, жена Цадыковой, рост цен идёт медленно, но верно. Наибольшее повышение в апреле зафиксировано на овощи. Это почти 7,5%, а также на табак и алкоголь. Стали менее доступными мебель, медикаменты, одежда и обувь. Однако есть и хорошие новости. Подешевели автомобили и топливо. Но всё это меркнет перед самой расходной частью бюджета многих жителей города – коммунальными услугами. На них по-прежнему повышаются цены. Особые рекорды бьёт кабельное телевещание – целых 50%. Это чиновники объясняют самовольностью монополистов. Впрочем, пищевая промышленность в нашей области развивается и хоть как-то сдерживает цены. Руководитель управления экономики и финансов Ольга Чернявская рассказала, что за последние 4 месяца увеличилось число бизнесменов, возросло производство продукции мукомольных хозяйств, открылось более 20 новых торговых домов. Радует, что вместе с этим создаются новые рабочие места. За 4 месяца текущего года запущенными проектами карты индустриализации произведено продукции на 22,4 млрд тенге или 5,4% в объёме промышленности в целом. Произведено продуктов питания на 24,5 млрд тенге с ростом на 2,1% к прошлому году. В целом динамика хорошая, отметили собравшиеся. Многие товары мы выпускаем и выращиваем сами. Так откуда тогда берётся рост цен? Вопрос интересный. Нехватка инвестиций в различные отрасли – тоже одна из проблем. можно сказать номер один. Но её чиновники обещали решить путём запуска крупных строительных проектов. В дорожной отрасли и в строительстве миллиарды тенге будут вливаться в экономику региона. От этих денег получат заказы и работы будут открываться новые производства, будет расти и промышленное производство, и рост заработной платы. Ассалбек Дюсибаев, выслушав все отчёты специалистов, дал поручение держать рост инфляции на стабильном уровне. В Караганде может появиться молодёжный театр и специальная велосипедная дорожка. Об этих интересных проектах сегодня заявили участники второго молодёжного форума, где проходила презентация самых передовых идей карагандинской молодёжи. Уникальность некоторых оценил Николай Кровец. В здании городской администрации сегодня полно школьников и студентов. Сюда они пришли, чтобы принять активное участие в молодёжном форуме. Среди них ученик школы для одарённых детей Мурагер Данияр Башенов. Его команда в будущем мечтает открыть молодёжный театр, где собираются поставить интересные спектакли для подрастающего поколения. Мы как двигаемся к созданию этого театра, то есть мы найдём людей, найдём место и соберём народ. И получается у нас будет такой орган, как творческая площадка для молодёжи города Караганды. Сегодня руководству города презентовали новую ассоциацию молодёжных органов самоуправления, которая уже объединила около ста учащихся из разных школ и колледжей шахтёрской столицы. Именно они смогут внести свой вклад в развитие общества и притворять в жизнь новые социальные проекты. В своём усоверении мы не разу отмечали о том, что среди молодёжи необходимо искреннее деждевенчество, подальницкие настроения. Молодёжь должна стать полноценным партнёром государства. Она должна не только потреблять, но и создавать, активно увлекаться в рабочий процесс. В завершении встречи между руководством города и молодёжью был заключён меморандум о взаимном сотрудничестве. Николай Кровец, Жасулан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Начались выпускные вечера. Первыми в новую жизнь вступают малыши-воспитанники детского сада «Гаухар». При этом праздники проходят как у старших, с песнями и танцами. На выпускном торжестве побывала Лариса Хусаинова. Выпускной в каждом детском саду – это добрая традиция. Для воспитателей, родителей и самих детей очень волнительно. Впереди школа, поэтому последний день в саду решили отметить достойно. В этом году в детском саду «Гаухар» выпускается пять старших групп. Сегодня в нашем детском саду, конечно, большой праздник. Мы желаем нашим родителям, когда дети пойдут в школу, большого терпения и, в первую очередь, здоровья. А нашим выпускникам мы желаем, чтобы они были отличными учениками и своими делами и прекрасной, хорошей учебой показали себя воспитанниками именно детского сада «Гаухар». Хочу выразить свою благодарность и признательность воспитателям этого садика, руководству, за то, что дали ребенку знания, умения, за то, что научили ее понимать язык родной в нашей стране. Спасибо за оформление этого зала и за все те счастливые годы, которые ребенок провел в этом саду. Воспитание зависит не только от родителей, но и от воспитателей. За это время дети узнали много нового, изучали казахский и английский языки, обучались творчеству и правильному поведению. С такими хорошими знаниями ребята пойдут в школу. Лариса Хусынова, Исламбекоспан, Арман Артаев, 1-й Карагандинский. Денежные премии и благодарственные письма от городских властей сегодня получили к профессиональному празднику 28 работников культуры. Лучшие библиотекари – руководители танцевальных и эстрадных коллективов. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. В библиотечной системе Караганды Людмила Татмина работает уже более 40 лет, поэтому заслуженно получает дипломы и подарки от руководства города ко Дню работников культуры. Женщина сегодня, как и много лет назад, много сил и неиссякаемой энергии отдаёт своему любимому делу, чтобы библиотека номер 4, в которой она трудится по сей день, развивалась и приобретала новых читателей. Как сказать, нас обеспечивают всем, и технически там, и компьютеры у нас есть, и интернет подключен, и литературу обеспечивают. Даже не знаю, ну, хотелось бы, чтобы в первую очередь добавили зарплату всем. Остальное всё приложится, будем стараться. Во всей эпохе культура определялась как особо значимая сфера жизнедеятельности человека. Культура делает каждый народ уникальным, неповторимым, берёт на себя такую большую задачу сохранения духовных и нравственных традиций. Выступая перед собравшимися, руководство города поблагодарило всех за большой вклад в развитие культуры. В профессиональный праздник карагандинцы получили цветы и денежные подарки в размере 100 тысяч тенге. Это не только библиотекари, эстрадные и танцевальные коллективы города, но и руководители дворцов культуры шахтёрской столицы. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде стартовала четвёртая летняя спартакиада. Соревнования идут по 38 видам спорта. Участники из нашей области покажут себя практически на всех этапах. Наибольших достижений болельщики ждут от традиционно сильных для шахтёрского региона пловцов, борцов и теннисистов. Продолжит Аймамрина. Перед Ледовым дворцом нашего города очень оживлённо. В шахтёрскую столицу съехались спортсмены из 14 областей и городов Астана и Алматы. Весёлые и задорные они ещё устроят зрителям красочное шоу. Соревнования будут проходить по плаванию, баскетболу, настольному теннису, президентскому многоборью, дзюдо, карате и гандболу. Желаю вам, уважаемые спортсмены, удачи, достойных соперников, заслуженных побед и яркой спортивной карьеры. Пусть карагандинские помосты станут для вас успешными. Команды нацелены на борьбу и только на победу. Каждая отличается своими спортивными нарядами. Факел спартакиады торжественно зажёг победитель Олимпийских игр наш земляк Серик Сапиев. Думаю, популяризация спорта в нашем регионе возрастёт. Возможно, здесь 9 видов спорта будет участвовать в нашем регионе. Возможно, выйдут будущие Олимпийцы, призёры Олимпийских игр, будем надеяться. Поэтому желаю удачи всем. Гостей спартакиады карагандинские артисты встречали игрой на дамбре и праздничной программой. Спортсмены из Казаларды свой настрой на победу не скрывали. Позируя на камеру, они решили заявить о себе. Казаларда, привет! Основные этапы соревнований пройдут в Караганде и Тимиртау. Торжественное закрытие спартакиады состоится 27 сентября в столице нашей страны, на республиканском велотреке Сарыарка. Там и будет подведён общий итог. На сегодняшний день спортсмены области уже завоевали 39 медалей различного достоинства. Из них 9 золотых, 11 серебряных и 19 бронзовых. Ая Мамрина, Улжас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Это была последняя информация на сегодня. Если у вас есть интересные новости, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. А я с вами прощаюсь. До свидания. Аман Саоболамзар. Редактор субтитров А.Семкин